Наверное, не найдется ни одного жителя Карачаева-Черкесии, который не слышал о певице, заслуженной артистке Карачаева-Черкесии, заслуженной артистке Абхазии, Лидии Бачаевой. Когда она выходит на сцену, ее сумасшедшая энергетика с первых же секунд подкупает абсолютно каждого зрителя. Она и сама позитивная, говорит, жизнь и так коротка. Зачем тратить время на грусть? Когда я вижу, когда я выхожу, начинают все или аплодировать, или друг друга толкают, смотрят, вот сейчас, вот сейчас, да. Они мне сами энергию дают, вот зрители дают. Ну давай, Лида, ну давай, Лида, давай, Лидия. Хотя они не говорят, я же от них все беру и начинаю им отдавать вот это все. И вместе получается вот это все шоу. Без ничего шоу получается. Вы не готовитесь специально. Никогда в жизни. Никогда. И когда я вижу человека хмуро сидящего в зале, я обязательно должна, если бы сейчас позволила не только возраст и одежда, прыгать, выпрыгнуть и сказать, зачем? Вот зачем? Завтра мы все. Нас не будет. Жизнь один раз дается. Улыбнись, пожалуйста. Ну почему ты пришел на концерт, сидишь, вот думаешь, а почему она поет? Или как хорошо она поет? Почему я не на его месте? А почему она такая старая? Почему она такая молодая? Не надо думать об этом. Улыбайся. А улыбка – это и есть жизнь. Когда солнца нет, представьте, какая жизнь будет. А улыбка – это всегда солнце. Солнце греет. Улыбка всегда греет. С самого детства она знала, что будет петь и выступала при каждой возможности. Так, на одном из концертов «Талант со всеми еще юной леди» заметили представители обкома партии и отправили ее учиться во всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства. Самую сильную на то время в стране, где готовили профессиональных артистов. Там певица училась три года. К моему счастью, я со многими артистами, которые даже сейчас их нету, Френкель, композитор, со всеми была знакома, Мигуля, Френкель, Мартынов. Потом у нас, я с Пугачевой, Пугачева там пела у нас в Зеленом театре, где мы учились, 11 концертов давала. Никогда не забываю, как я ее жилетку джинсовую даже держала. Какое счастье для меня было. Она Орликина тогда пела. Ну, моложе мы ее намного были. В любом случае, она тоже молодая была. Вот, и прошли эти курсы. Вот это творческая мастерская эстрадного искусства всероссийская была. Там нам преподавал вокал и программу готовил на будущее, как национальный кадр Георгий Павлович Виноградов. Это был после Лемешева единственный певец, тенор по всей России, народный артист Советского Союза он был. В 83-м году он умер, конечно, но он очень сильный педагог у нас был. Я очень счастлива, что попала к нему в Рокину. Сильнейшим диапазоном голоса нашей землячки восхищались маститые преподаватели мастерской и пророчили ей блестящую оперную карьеру. Я очень люблю оперу, но мой голос у меня слишком большой был. Даже с Большого театра приходили, с Большого театра, приглашал их Виноградов, что посмотрите, главное, он не назвал меня Лидой. Наш Клоп, Клоп назвал меня Клопом. Ну, я была кругленькая, Клоп небольшая, и они приходили. Я даже Лунстрем, вот этот джазмен Лунстрем тоже приходил. И он заставлял меня петь перед ними оперу Соловей Алябьева. Потом я пела Дунаевского вот этим. На-на-на-на-на-на-на. У меня оперный голос был. Большой оперный голос, пять октав. Все они проверяли, в шоке были, но мой маленький рост не позволял. Я как пианино, вот посмотрите, как пианино, да? Еще главное смеялись, что под нее может табуреточку поставить и длинное платье сделать, чтобы она могла до конца выдержать концерт свой. Ну, потом, когда я уехала сюда, здесь оперу, я прошу прощения перед нашими зрителями, перед нашей аудиторией, что академическое пение еще не так развито у нас в Карачаево-Черкесии, и никто не поймет это. Это основа из основ. Народное пение и академическое. А то, что мы сегодня делаем эстрада, для меня это, как Виноградов говорил когда-то, подзаборные певцы поют. Вот таким голосом ругался он с нами. Сегодня это и есть шоу, шоу-бизнес. А что делать? Мы так зарабатываем. Я бы с удовольствием, если бы мне дали бы сегодня шанс, я бы пела только оперу, академическим голосом. Это и есть. Пусть один раз ты выходишь на сцену, но зато такое наслаждение, такой голос. А сейчас что мы делаем? Один ритм, румба, дарби, 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 дарби. И все, под это поем и зарабатываем на этом. ПЕСНЯ Она могла остаться в столице и продолжить строить карьеру. Ее даже звали второй солисткой в знаменитый ансамбль «Самоцветы». Но по договору Лидия должна была вернуться на родину, чтобы пополнить ряды творческих кадров региона. Касаева Роза Рамазановна и правительство сказали, мы ей деньги, 4,5 тысячи рублей, этот большие деньги были, перечислили туда, чтобы она училась как национальный кадр и вернулась обратно только к себе в республику. Она национальный кадр. И меня забрали сюда. Я приехала сюда и сразу замуж вышла. И на этом закрылись эти двери. Конечно же, сейчас, если бы была возможность повернуть время вспять, Лидия Абдул-Керимовна поступила бы иначе. Если бы она осталась в столице, кто знает, возможно, и продолжила бы оперную карьеру. И об отчаивай узнала бы вся страна и не только. Я даже спать не могу, когда я думаю. Почему? Когда было время, когда был голос. Когда вот не от того, что я или зарабатывала, или имела где-то квартиры, или что-то. Нет, это было пение от всей души. То, что я сейчас делаю, пусть Аллах только судит. Не хотя я пою так. Я хотела петь только оперным голосом, большим голосом, выдать то, что у меня есть. У артистки никогда не было перерыва в творчестве. И она никогда не думала переключиться на какую-то другую сферу. Лидия Бачаева очень любит путешествовать. Говорит, только родные удерживают ее на одном месте. Но все же было время, когда Лидия Бачаева уехала в Турцию и даже прожила там пять лет. Это и неудивительно. Ее принимали там как настоящую звезду со всеми почестями. Для меня семья на первом месте. Когда все здоровые были, я гуляла, где угодно я пела. А сейчас немножко хочется прижаться к ним и не отпускать никого. Если бы я знала, что они еще долго будут жить, по-моему, поход мой начался бы обратно. Туда же. Я в Турции пела. Конечно, на английском языке не могла я петь, до сих пор не могу петь, потому что у них очень красивый язык, а у меня так, карачаевский язык, мой твердый язык, не дает мне права петь английские мотивы. У меня хотя голос, говорят, на Хьюстон немножко похоже. Я бы тоже переливы эти делала. Но на этом я здесь не выиграю, я знаю. Здесь совсем другой менталитет у нас в нашем народе. Другая культура. Мы можем только на другом. Я там, когда меня учили на английском, чтобы я пела, не могла выговаривать тю, вот тю. Тю все время говорила, понимаете? И говорили, у нее и мощный характер, мощный языковой этот самый барьер, не может она прыгнуть туда. А так я пела на английском, как бы они не понимали, понимали. Им понравился голос мой. На турецком, на карачаевском я пела. Несмотря на то, что ее узнавали не только в родной Карачаево-Черкесии, но и за ее пределами, звездной болезнью она никогда не болела. После каждого концерта она слышала в свой адрес только теплые слова восхищения. И тем не менее, кем бы ты ни был и как бы хорошо ты ни делал свою работу, всегда найдутся люди, которые могут добавить ложку дегтя. Вы знаете, когда я молодая была, я пела «Новая джигута», 73 записки было у меня. Я начинала читать, тогда я еще молоденькая, прямо ресницы чуть-чуть до бровей, такая интересная вроде бы. И вот домой пришла, я начинаю читать, одни стихи пишут, любовные, да? Другие, вы такая красавица, третий, как вы хорошо поете. И вдруг, хоп, одна записка, у вас такой голос, что моя прабабушка умершая сейчас встанет и сейчас землетрясение такое сделает, вы лучше не пойте, идите дояркой, да? Вот написано было. Я до утра не могла спать, я хотела искать этого человека, понимаете? Я хотела узнать, кто же он, вот у меня интерес появился. Ну, тогда я горевала, я не хотела на сцену выходить. Сейчас мне обидно то, что именно, пусть другие говорят, ну, знаете, как сказать, средний возраст был бы у меня 45-50 лет, мне уже 60 лет, я скажу правду. Немножко обидно то, что взрослые говорят. Она не должна петь, да? А то, что Аллах мне дал этот голос, Аллах мне дал простоту, чистоту в душе, вот это и закрывает вот ту обиду, которую они мне приносят. Но я никогда в жизни не принимаю это близко, потому что у меня есть большая семья, красивая семья. Это мой народ, Карачаева-Черкесия, где 97% любят меня. Это и есть моя сила. Так что это критика, они должны быть, критика должна быть. Если без критики, представьте себе, только тебя хвалят. Это ужас. Да лучше и пусть и не хвалят, и не критикуют, а ставят меня в покое. Репертуар Лидии Бачаевой основан на патриотичных песнях. Говорит, постоянно просит, чтобы спела о любви. Но песни о родине у нее рождаются сами по себе. Я раз ее люблю, я не знаю, какими жилами, хотя мне там нравится, но я люблю, я никогда не, я не знаю, я люблю эту родину, потому что она сильная. Это мой характер. Визитная карточка Лидии Бачаевой тоже песня о родине, а та джурту, мое отечество. Ни раз на концертах зрители просили исполнить ее на бис. Это и черкесы, и абазинцы тогда пели, все пели. Эта песня жила ровно 30 лет, никакая песня вперед не выходила. И черкесы, и абазинцы, адыгейцы, все в Якутии пели эту песню. Я очень много встречаю от человека, который пишет про свою родину. И про любовь к народу, к своему, да, вот, например, к своему. И вдруг, вот, выпускает и книги, и пишет песни, и поет, и вдруг он совсем другой. Я люблю чистоту. И там, и здесь, чтобы он был чистый. Я, Бачаева, да, я пою песни. И вдруг мне скажут, вот эти песни, пой, только делай вот это. Вот это делай против них, кого-то, против себя, против кого-то. Я никогда не пойду. Да лучше пусть пропадет все пропадом. Мне ничего не надо. Чистота эта должна быть у каждого человека. Я всегда, особенно в творчестве. В 1977 году в рамках Дней культуры республики Лидия Бачаева вместе с другими артистами поехала в Абхазию. Ее выступление на многотысячном стадионе Сухуми имело оглушительный успех. Восторженная публика долго не отпускала Лидию со сцены, после чего ей присвоили звание заслуженной артистки Абхазии. Это звание, вот это чистое звание мое. Все остальные звания, кто-то, наверное, ходатайствовали, кто-то что-то. Но это звание было от чистого сердца абхазского народа. Я всегда говорю, мой народ – это карачаевцы. Но второй мой народ, по творчеству, первый народ – это Абхазия. В 1977 году ездили туда на Дни культуры Карачаева-Черкесии в Абхазии. Поехало очень много артистов, очень много и спектаклей, и театр. Все были там. Шесть дней мы там были в Сухуми, в Зеленом театре, выступали. И я пела песню, вот эту карачаевскую «Атаджур Тума», что я сказала, визитная карточка. Стоя, абхазы, стоя, 14 минут, даже в истории написано, 14 минут хлопали. Я с Абазинкой группой была там. Группа Абазинка. Стоя хлопали. Тогда еще последний из ушедших написанный Анзур Мукба там был. Константин Ченгелия, который мне написал абхазскую песню. Вы знаете, это такой удивительный народ в удивительное время. Удивительное звание мне дало, что до сих пор я, когда, говорят, заслуженная артистка Абхазии, это если сегодня дали бы, я не так, потому что сегодня, прошу прощения, рук в ведро говорят. Вот тогда была истина, и вот этим я горжусь, что у меня вот это звание есть. Сама Лидия Абдул-Керимовна утверждает, что работает не ради званий, а только ради своих зрителей. Когда я иду по дороге, вот сколько лет, да, 73-74 года я на сцене. Вот смотрите, вы еще не родились тогда. Я прохожу по улице, несколько человек встречается мне. Один говорит, спасибо, что вы есть. Вторая говорит, давайте я вас поцелую. Третья говорит, давайте сфотографируемся. Четвертый, и вот так из 10 9 целует. Десятый, спасибо, говорит. Это разве не звание? Вот это и есть звание. Иначе здесь ордена, и тебе скажут, да, мы знаем, как купили эти звания, мне этого не надо. Десятки лет творческого пути не прошли так гладко, как кажется. Бывали и моменты, когда кто-то открыто проявлял неуважение к ее труду. Но в любой жизненной ситуации она оставалась прежде всего человеком. Простота, честность и уважение к людям – вот главные черты ее характера. Это плохо доверять всем, но я доверяю. Ну и что, что, если даже обманывать, если даже тебя очернят они. В любом случае, когда-нибудь они тоже исправятся. Я их люблю всех. Я очень не люблю слышать, что кто-то заболел, даже мой враг. Я не люблю, когда говорят, представляешь, он вот так-то разбился и умер. Для меня это все, сердце нож, и все, я умираю. Даже врага не хочу, чтобы он умер. Я хочу, конечно, интриги, я люблю. Вот это шо, вот так сделали, вот так сделали. Но когда друг другу перебивает что-то, все, для меня это горе. Лидия Абдул-Керимовна смогла простить даже тех, кто предал ее в 2016-м, предложив ее кандидатуру на увольнение. Она работала тогда в отделе культуры Карачаевского района. Если мне дали один шаг уволиться, не послушав меня, не поставив меня перед известностью вот такой, значит, они, зная, делают, значит, они меня оттуда все равно уберут. И я очень гордый человек по отношению к себе. Особенно, когда столько лет работая, видя уважение всех, и вдруг вот такое отношение, я сказала так, заявление, я написала, обратного хода нет. Только не увольняйте того, у кого дети есть, вот эти маленькие. Пожалуйста, прошу вас. Я везде найду эту работу. Но если кому-то я здесь 9 тысяч не хватает в месяц, если этим обогатеют, они, пожалуйста, только не иди, не проси, чтобы я обратно пришла на это место. Уже сколько лет прошло, слава Аллаху, они все здороваются со мной. Со всеми я обнимаюсь и здороваюсь. Даже с теми, которые подсказали главе убрать ее, да? С этими женщинами я обнимаюсь и целуюсь. Потому что есть один Аллах, и есть истина, и есть правда. Не надо меня уважать. Уважение к песням, к человеку с большим творческим путем, вот это, конечно, немножко было неправильно. Но я не обижаюсь. Я всех прощаю. Пусть Аллах прощает их. Я никогда в жизни не покажу. Я умерла, но я выжила. Сейчас в свободное творчество время артистка полностью посвящает себя своим внучкам. Но если хочется побыть одной, то наедине с гармошкой. Говорит, каких-либо хобби нет и не было. Всегда главной страстью жизни была ее творческая деятельность. Когда в музучильща я начала учиться, мама мне купила аккордеон. Аккордеон. Вот этот аккордеон до сих пор у меня в Карачаевске в квартире, да? Когда я думаю, где-нибудь сижу, думаю, что аккордеон меня ждет, вот клянусь Аллахом, да, я бегу домой, как к ребенку. Бегу, моментально сажусь и начинаю играть какую-нибудь мелодию и начинаю писать. Вот это для меня до утра я могу писать. И песня выходит оттуда, песня. Вот эти мои песни только через этот аккордеон. И вот когда я бегу, скучаю по этому аккордеону. Вот это мое любимое дело. На новый 2019 год у Лидии Абдул-Керимовны множество планов. Все они, конечно же, связаны с новыми песнями. А всем творческим людям она желает не останавливаться, несмотря ни на что. И без сомнений идти вперед к своей мечте. Всем желаю, самое главное, в сердце, в семье у каждого, чтобы здоровые все были. Когда первая семья твоя, вот эта семья, в чем-то нуждается, или кто-то болеет, или что-то случилось неправильное, ты в другое семейство не можешь войти с улыбкой. Чтобы у каждого была улыбка, каждый был доволен своей жизнью, своей семьей. Чтобы здоровье было в каждом доме у каждого человека. Кто родился на этот свет, пусть проживает еще до 2000-3000 года. Друг друга любя, мы друг друга держа за руку, можем еще много-много новых, новые годы исправлять. Всем желаю любви в сердце, отношения человеческого, родственного, кто бы мне были. И будем жить, думать, завтра наступит или нет. А если завтра наступит, только с людьми мы можем быть людьми. Без людей, без человека мы никто. Каждый из нас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»